Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Если вы когда-нибудь отдыхали во Вьетнаме, в Таиланде или в какой-нибудь другой стране Юго-Восточной Азии, то наверняка пробовали жареную лапшу, допустим со свининой, с говядиной, с курицей, еще она бывает с креветками или с морепродуктами. Очень вкусное блюдо, достаточно быстро готовится, ну и собственно говоря прекрасный ужин, прекрасный ужин, вспомнить свой южный отдых, а если вы не отдыхали, то попробовать чего-нибудь новенького. Саму лапшу можно использовать двух видов, мне больше нравится рисовая лапша, вот такая вот штука, а еще можно использовать обычную милину или деширак, как он еще называется. Берем порцию рисовой лапши, сразу же засыпаем все лапшой вокруг, помещаем в холодную воду, отправляем на плиту и доводим до кипения. Не варим ее, а просто доводим до кипения. По ингредиентам нам понадобится какое-либо мясо, как я уже сказал, это может быть свинина, может быть говядина, может быть куриное филе, может быть креветки и могут быть любые морепродукты. Понадобится соевый соус, устричный соус и сахар. Желательно использовать тростниковый коричневый сахар. Также существует вегетарианский вариант жареной лапши, по-вьетнамски или по-тайски, как вам будет угодно. Тогда мы исключаем мясо долой, а все остальное делаем то же самое. Помимо этого нам понадобится куча всяких овощей и зелени. В нашем случае мы используем листики пекинской капусты, зеленый лук, небольшой пучочек петрушки, небольшой пучочек шпината, кусочек сельдерея, красный перец. В этом рецепте и вообще во всех азиатских рецептах перец обязательный. Его используют в первую очередь, конечно, для придания вкуса, но во вторую очередь и весьма немаловажную для дезинфекции блюда. Эфирные масла, которые содержатся в перце, служат определенным антисептиком. Таким очень легким, но так или иначе антисептиком. Поэтому все азиатские блюда очень острые. Там везде очень жарко, во многих уголках, перечисленных вновь стран, просто холодильника не существует. Поэтому люди используют перец и таким образом обеззараживают блюда. Помимо этого кусочек морковочки, кусочек этого джинджер, как он, имбирь и несколько зубчиков чеснока. Вот такой вот простецкий набор. В принципе, можно с этими ингредиентами варьировать, по вашему усмотрению. Мы используем классический набор вот таких вот ингредиентов. Вот такую лапшу мы именно в нашей последней поездке во Вьетнаме постоянно ей лакомились, скажем так. Ну и, собственно говоря, этот рецепт вам и предлагаем приготовить. А теперь я приглашаю Ларису, потому что я тут с этим не разберусь. Она нам сейчас все покажет. Мясо мы отправили в морозилку немножко подморозить, чтобы нарезать его очень тоненько. И наш главный дегустатор очень удивлен этому факту. Сидит и смотрит, где же делось мясо. Острый перец нарежем тонкими колечками. Имбирь нарежем очень тонкой соломкой. Он такой как бы не очень хорошо жуется, скажем так. Поэтому соломка должна быть реально очень-очень тоненькая. Если его покрупнить, то он будет в блюде не очень хорошо как бы так на вкус ощущаться. Вот примерно так вот тонюсенько-тонюсенько нарежем. Чеснок раздавим и измельчим. Ой, бедная Лариса, радость ты моя. Тебе не хватает селедок раздавить чесночок. И измельчим меленькими кубиками. Морковь и сельдерей нарежем тоненькой соломкой. Вот примерно вот такого размера соломка должна у нас получиться. В это время готова лапша. Откидываем лапшу на друшлаг. И промываем большим количеством ледяной воды. Ну, холодной воды. Ключевое слово большим количеством. Рисовая лапша содержит большое количество крахмала. Этот крахмал надо весь вымыть из нее. Вот таким вот образом промываем ее, прям стираем. Лапша готова. Пока ее можно оставить в кастрюльке. И доготовим остальные ингредиенты. Пекинскую капусту разделим на две части. С той стороны, там где корешок, нарезаем мелкой соломочкой. И отправляем эту часть пекинки к нарезанным корнеплодам. Дело в том, что вот эту часть возле корешка и сами листики мы будем закладывать в процессе приготовления разное время. Листики точно так же нарезаем соломкой. Петрушку и шпинат нарезаем, ну вот корешки помельче, а сами листики можно покрупнее. Вот таким вот образом. Зеленый лук надо порезать хитро. Сторону, где корешки, разрезаем пополам. И далее весь лук нарезаем на соломинки длиной сантиметра по три. Если мы готовим лапшу с мясом, то мясо режем тоненькими слайсами. Для этого мы его и подморозили. Размеры слайсов должны быть где-то полтора на полтора сантиметра. Для того, чтобы этот кусочек, как сказать, он не был большим. То есть его не надо потом в блюде уже разрезать, как-то дополнительно обрабатывать. Он должен по размеру полностью быть готовым к употреблению. Вот таким вот образом. И кот пришел, просит мясо. Это не то мясо, кот. Пока Лариса режет мясо, главный дегустатор усиленно попрошайничает. Ей не вдомек, что ей свининки нельзя сырой. Для приготовления можно использовать и обычную сковородку. Но в боке лапша получится более правильной, по феншую. В первую очередь в разогретое масло. Ну, не очень разогретое даже. А масло мы используем оливковое. Лучше, конечно, использовать кунжутное. Но за неимением кунжутного используем оливковое. Сбрасываем все наши пленности. То есть имбирь, чеснок и перец. И обжариваем несколько минут. Следующим этапом отправляем в бок мяса. Мы его не обжариваем, а чуть-чуть прожариваем. То есть наша задача, чтобы мясо разделилось. И вот как только начнет мясо пустить жидкость, естественно, в первую очередь. Как только начнет испаряться влага и мясо разделится на отдельные слайсики, сразу же будем действовать дальше. Займет это примерно 2-2,5 минуты. Друзья, если вы готовите жареную лапшу вегетарианскую или веганскую, то этот этап, естественно, пропускаем. Ни в коем случае не обжариваем мясо. А именно вот так вот, чуть-чуть поджарили. То есть никакой корочки на нем образоваться не должно. Все. Выкладываем корнеплоды и далее продолжаем обжаривать до размягчения. То есть где-то минуты 3 ориентировочно. Морковка у нас должна стать мягкая и эластичная. Далее добавляем сахар. И все хорошенько перемешиваем. Соевый соус смешиваем с устричным соусом. Устричный соус густой, чтобы его потом не выколупывать из вот этой вот маленькой пасочки. Лучше смешать. Добавляем соусы и опять перемешиваем. Сразу же после этого добавляем в блюдо лапшу. Опять-таки, друзья, я боюсь уже показаться смешным, но хорошенько перемешиваем. Какая красота! Надо было его сфоткать так с лапшой отдельно. Перемешиваем и буквально минуту-полторы прогреваем лапшу, чтобы она хорошо прогрелась. Ну и чтобы все ингредиенты смешались. Кстати, на этом этапе блюдо можно досолить. Если у вас соевый соус не сильно соленый, попробуйте блюдо и досолите его. И добавляем зелень. И ха-ха! Еще раз все перемешиваем. Буквально минуту-полторы, чтобы вся зелень немножко размягчилась и хорошенько прогрелась. И блюдо готово. Можем сервировать и дегустировать. Выглядит просто фантастика, согласитесь, друзья. Если суммировать все время, которое мы с Ларисой провели в Азии, то получится не меньше двух лет. Но за эти два года я так и не научился пользоваться палочками для пищи. Если вы готовили с мивиной или с обычной желтой лапшой, то ее достаточно удобно кушать вилкой. Рисовую лапшу, конечно же, надо есть палочками. Друзья, это фантастически вкусно. Это настолько вкусно, я вам передать не могу. Вот только если бы не мои траблы с палочками. Вот не даются они мне. Не хватает мне моторики пальцев. Я всегда мучаюсь. Китайцы, вьетнамцы, японцы смотрят на меня и ржут, как я ем палочками. Особенно, когда дело касается риса. Свининка просто божественная. Это блюдо сладкое. Оно настолько непривычное европейцу, который еще никогда не бывал в Азии, что вызывает просто такой кулинарный шок. Но для меня сладкая еда, особенно после посещения Вьетнама и Камбоджии, я наоборот сейчас во всю еду добавляю сахар. Мне очень нравится. Реально очень вкусно. Очень необычный вкус. Попробуйте, друзья, попробуйте жареную лапшу по-вьетнамски или по-тайски. Как угодно ее можно называть. Даже в Китае готовят такую же жареную лапшу. Очень вкусно. Это с морепродуктами, особенно с креветками. Но в данном случае со свининой тоже достаточно неплохо. Ну и в общем, представляем вам рецепт. Надеюсь, что видео вам понравилось и было полезным. Надеюсь, что вы своим близким приготовите на ужин азиатскую жареную лапшу, вьетнамскую, китайскую, корейскую, какую угодно. И она понравится. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока-пока.